друзья мы продолжаем курс lightroom от а до я и сегодня у нас третий урок в котором мы с вами поговорим про градиентный фильтр радиальный фильтр и кисть коррекции все эти инструменты нам необходимы для того чтобы локально применять те или иные изменения к нашей фотографии то есть для какой-то определенной области управление этими тремя инструментами находится вверху вот в этой панельки прям под гистограммой и даже из самого названия и миниатюрок этих инструментов можно понять на какую область фотографии они могут воздействовать но давайте начнем по порядку и с первым фильтром с которым мы с вами познакомимся это будет градиентный фильтр для того чтобы его активировать необходимо нажать на вот этот вот прямоугольник у нас сразу с вами появляется вот такая вот панель и если мы кликнем сюда вот на кнопочку задать то здесь у нас есть предустановленные пресеты которыми мы можем воспользоваться мы подробно с вами останавливаться здесь не будем это вы изучите сами здесь все достаточно просто и понятно самое главное запомните одно что если вы часто будете пользоваться какими-то одинаковыми или похожими настройками то вы всегда эти настройки можете сохранить в свой присед нажав вот сюда на эту кнопку которая называется сохранить текущие настройки в новый присед непосредственно в этой фотографии я хочу сделать более выразительное небо как мне кажется она у меня слишком светлое применять виньетку здесь не имеет никакого смысла это всего лишь затемнит края и для того чтобы наложить сюда градиентный фильтр мне необходимо поставить курсор мыши вот сюда на верхнюю область зажать левую кнопку мыши потянуть у меня появится вот такой вот градиентный фильтр и я могу расширить его либо убавить вот таким вот движением после того как я его отпускаю я могу применить какие-либо настройки и давайте попробуем с вами уменьшить немного экспозицию видите сразу верхняя область градиентный фильтра стало немножко темнее можем убавить цвета можем сделать похолоднее тогда наше небо будет более голубых оттенков или потеплее давайте с вами посмотрим как та или иная настройка накладывается в градиентном фильтре я сейчас включу вот здесь маску диапазона кликну яркость кликнул показать маску и у нас отразится область применения тех или иных настроек вот таким вот образом в данное время у меня цвета поставленные на минус 100 и экспозиция на полшага наибольшая точка влияния этих параметров находится вот здесь на этой границе и за нее ближе к середине эта область практически нивелируются и после средней границы она полностью исчезает и диапазон вот этих наших с вами настроек мы можем поменять используя вот эти вот ползунки если мы левый ползунок диапазона будем двигать слева направо то у нас вот эта область будет постепенно двигаться суда а подвинув правый ползунок влево мы слегка растворяем вот эту активную область настроек давайте вернем все на свои места уберу я маску давайте я подвину еще немного суда экспозицию теперь я выставлю градиентный фильтр так чтобы мое небо стало более выразительное если мы курсор мыши наведем на среднюю границу появляется вот такая двухсторонняя стрелка и таким образом мы можем вращать градиентный фильтр меняя положение и соответственно область влияния настроек на фотографию также друзья помимо вот этих всех настроек которые вы можете применить градиенту вы можете закрасить градиент ну точнее активную его часть в необходимый вам цвета для этого нужно кликнуть вот сюда на этот прямоугольник у вас курсор мгновенно превратится в пипетку вы выбираете нужный вам цвет дальше вы можете ползунком отредактировать насыщенность этого цвета и таким образом вы можете слегка подкрасить ту или иную область вашей фотографии давайте я применять здесь цвет не буду в данном случае мне это не нужно я выставлю так как я хотел бы скажем так слегка затемнить небо на своей фотографии все после того как вас настройки устроили вам необходимо кликнуть enter как вы видите границы градиента у нас исчезли но остался еще вот этот вот круглешочек также у нас по-прежнему активный градиент и активные его настройки это говорит о том что я и дальше могу продолжать работать с градиентным фильтром в lightroom и количество градиентных фильтров не ограничено вас будет ограничивать только оперативная память вашего компьютера поэтому мы можем наложить градиент суда применить какие-либо настройки и так далее в любую область для того чтобы удалить ненужный вам градиентный фильтр вам необходимо его активировать делается это очень просто обращаю ваше внимание когда вы кликаете на тот или иной градиентный фильтр у вас появляется в центре вот этого серого кругляшка черная . это говорит о том что градиентный фильтр в данный момент активирован чтобы его удалить необходимо просто нажать кнопочку делит вот он исчез а для того чтобы внести дополнительные настройки если они вас не устраивают если вы случайно нажали enter для этого необходимо кликнуть еще раз на нужный вам для работы градиентный фильтр у вас опять открываются настройки и вы можете внести сюда любые изменения нажимаем enter границы пропадают черная точка в середине шарика пропадает и для того чтобы нам вернуться дальше к настройкам фотографии необходимо еще раз нажать кнопку enter теперь у нас вот этот шарик исчез и мы можем продолжать работать с фотографией но если мы хотим вернуться опять к настройке к работе с градиентами нам необходимо кликнуть еще раз на градиент и все наши градиенты сколько бы их не было они у нас отразятся на фотографии виде вот вот этой вот такой вот серой точки итак друзья где еще можно применять градиентный фильтр многие из нас любят применять виньетку к фотографии так фотография выглядит выразительная но виньетка работает не всегда корректно потому что она затемняет как правило углы фотографии делают вот такую вот рамку по всей поверхности снимка а градиентный фильтр помогает нам создать рамку именно таким образом чтобы например затемнялись определенные области фотографий а нужные нам области например вот кусочек неба как здесь оставались светлыми и не затемнялись у меня к этому снимку применены градиентные фильтры именно для того чтобы создать виньетку и они сейчас отключены давайте я сейчас градиентные фильтры включу сделаю их активными и для того чтобы выделить вот эту вот область фотографии я применю сюда градиентные фильтры вот как вы видите область их воздействия ну и друзья работая с градиентным фильтром если вы вот сюда потяните за эту область вы сможете не только уменьшить области влияние этих настроек на ваше изображение но и также полностью инвертировать или перевернуть градиент в другую сторону то есть вот таким вот образом каких-то особенных секретов и лайфхаков здесь не существует здесь только лишь ваша фантазия ваш креатив ваша смекалка и все что вы можете придумать для того чтобы улучшить ваше изображение двигаемся дальше итак друзья следующий фильтр это радиальный он находится рядом с прямоугольником радиальный фильтр и вы можете кстати пользоваться горячими клавишами можете работать мышкой как вам удобнее подсказка по горячим клавишам здесь находится рядом скобочках давайте активируем радиальный фильтр для того чтобы его создать нам нужно также зафиксировать левой кнопкой мыши на изображении потянуть у нас появляется вот такая окружность мы ее можем сделать овальный можем сделать круглый радиальный фильтр работает абсолютно так же как и градиентный здесь также существует ряд пресетов которые вы можете активировать в данном случае на моем изображении я хочу сделать эффект светящийся фары давайте мы подведем с вами окружность вот сюда непосредственно на фару я подгоню ее немножко по размеру теперь я сделаю экспозицию немного светлее и у меня меняются настройки вокруг радиального фильтра внутри же все настройки сохраняются и для того чтобы поменять этот эффект необходимо кликнуть вот сюда на галочку инвертировать давайте сделаем посветлее ну так наверное включенная фара горит днем также свет фары мы можем сделать либо теплый либо холодный но друзья у классической волги м конечно же не может быть ксенона поэтому я считаю что свет должен быть теплый давайте его сделаю теплым также если вас не устроит полученный результат вы можете всегда воспользоваться цветом и сделать эффект более сильнее или подкрасить в какой-то определенный цвет например сделать более красноватое свечение и также воспользоваться значением насыщенность здесь можно также абсолютно настроить диапазон наложения настроек и еще покажу вам одно свойство фильтров которые также распространяется и на градиентный фильтр и работает в радиальном фильтре это вот здесь вам необходимо кликнуть на на серую окружность по центру правой кнопкой мыши появится вот такие вот настроечки вы здесь можете удалить этот фильтр сбросить настройки и можете создать дубликат вот и у нас получилось два абсолютно одинаковых радиальных фильтра дубликат я сделал не просто так чтобы показать вам что его можно сделать мы сейчас с вами с имитируем свет лампы мы просто на всего сделаем окружность немного поменьше можем сделать поярче экспозицию полностью ввести вправо на 4 можно добавить света можно также поднять точку белого точку черного сделать таким образом нашу окружность более яркую и теперь мы поместим наш радиальный фильтр в то место где должна находиться лампа давайте поставим по центру если при наложении вот как у меня в данном случае мы увидели что изображение стало слишком белым можно просто понизить экспозицию или сбросить некоторые настройки чтобы эта область стала более читаемой давайте посмотрим как изображение выглядит без радиального фильтра и как с ним согласитесь достаточно интересный эффект где еще можно использовать настройки радиального фильтра но например вот в такой фотографии давайте я сейчас активирую радиальный фильтр как вы видите он у меня находится вот здесь и вот так фотография выглядит без радиального фильтра но я здесь зажег фонарь и таким образом мне кажется сделал снимок более оригинальным тем более здесь было какое-то пятно и в данном случае когда мой фонарь хоть искусственно но светится как мне кажется что в светотневом рисунке фотография вот в данном случае она смотрится более сбалансированный но это еще не все я сюда применял и градиентные фильтры давайте мы их активируем и отключим и вот так фотография выглядит без градиентных фильтров согласитесь разница большая также радиальный фильтр можно использовать и на портретах как я в данном случае просто немного осветлил лица моделей и сделал таким образом их более выразительными давайте кликнем на радиальный фильтр и посмотрим без радиального фильтра с радиальным фильтром согласитесь что данный инструмент совершенно не лишний итак двигаемся дальше кисть коррекции и так друзья кисть коррекции работает абсолютно также по таким же принципам как и градиентный фильтр как и радиальный фильтр столь лишь разностью что кистью вы работаете сами именно как кистью давайте посмотрим вот на это изображение у меня здесь яркий красочный красивый мотоцикл в котором содержатся желтые и оранжевые красные оттенки и здесь для того чтобы фотография выглядела более сбалансированно мне не хватало какого-то яркого красочного пятна и я решил вот это вот дорожное ограничение покрасить в красивый оранжевый цвет для этого я использовал кисть коррекции и так активируем кисть коррекции здесь также можно выбрать любые предустановки но в данной работе как и в предыдущих мы с вами будем делать все своими руками и так я передвигаю курсор на то место где я хочу сделать наложение у меня сейчас кисть активирована я хочу увеличить изображение я зажимаю пробел мой курсор превращается в увеличительное стекло в лупу кликаю левой кнопкой мыши изображение увеличивается теперь мне работать удобнее сделаю я свою кисть крупнее это делается колесиком она вот таким вот образом может увеличиваться может уменьшаться давайте мы выберем сразу красивый оранжевый цвет сделаем его полностью насыщенность на сто процентов и начинаем аккуратными движениями закрашивать наш вот этот вот дорожный ограничитель в отличие от градиентного и радиального фильтра у нас здесь появляются дополнительные установочки но во первых можно сделать кисточку а и кисточку б то есть работать двумя разными кистями можно вот здесь поменять ее размер можно поменять растушевку вот как видите в данном случае нас увеличивается граница от того места где кисточка оказывает самое максимальное влияние до места это по краю внешней окружности где действие этой кисти полностью снивелирована ну и также можно отрегулировать нажим то есть это значит кисточка будет красить сильнее или меньше если вы случайно залезли за окрашиваю мою вами область вы просто навсего кликаете вот сюда удалить здесь также можно поменять размер растушевку и нажим вот как вы видите у меня внутри окружности появился минус это говорит о том что я могу аккуратненько стереть то место куда я своей оранжевой кистью залез все друзья нажимаем enter нажимаем enter теперь мы можем дальше продолжать обрабатывать наше изображение уменьшаем его давайте посмотрим и так вот у нас было без кисти и так стало с кистью согласитесь что в данном случае это изображение выглядит гораздо интереснее я вам больше скажу что при помощи кисти можно подкрашивать небо траву деревья и даже цвет кожи человека и так друзья теорию градиентного радиального фильтра и кисти коррекции мы с вами прошли но в дальнейшем на канале будут появляться еще очень много уроков где я обязательно буду использовать эти инструменты и мы тогда с вами уже более подробно остановимся на том или ином применении градиентного радиального фильтра и кисти коррекции а на этом друзья все подпишитесь чтобы не пропустить следующий урок желаю вам творческих высот всем пока и до новых встреч и и и Продолжение следует...